Сегодня повод собраться у слушателей и сотрудников Центра профессиональной подготовки имени Тинькова не совсем обычный. Здесь накануне 60-летнего юбилея учреждения презентовали долгожданную книгу, которая вместила всю богатую историю школы милиции. Книга «Верны народу долгую отчизнь» писалась год. Сложную в этом случае ношу авторства взял на себя начальник Центра Алексей Кузьмин. Тот человек, который помнит историю свою, у него есть будущее. Тот, который не помнит, у него этого народа нет будущего. В этой книге изложена история всего учебного центра. Значит, история у нашего центра есть, и будущее у нашего центра тоже есть. Массивная, яркая, на хорошей бумаге. Читать такую книгу не только познавательно, но и приятно. Материал пришлось собирать буквально по купицам. За 60 лет существования учреждения издавались небольшие брошюры и альбомы о Центре. Такого же масштаба материалов об истории не было. Воспоминания ветеранов, рассказы выпускников и опытных сотрудников, биографии. Чтобы выпустить в свет издание, пришлось затратить немало сил и времени. Работали с ветеранами, брали интервью у них, описывали их воспоминания. Ну и, соответственно, что с миру по нитке, вот получилась, в принципе, наша книга, которую мы довольны. Идеей издать книгу возникла у представителей Совета ветеранов учебного центра. Долгие годы они мечтали о том, чтобы молодое поколение могло узнавать об истории учреждения из одного источника. Наследие богатое, утратить факты было бы обидно. Конечно, они должны ценить эту историю, вот этот богатый жизненный опыт, смотреть на то, чем занимались курсанты учебного пункта и школы подготовки младшего средненачальствующего состава. И я думаю, что это весомый вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения подмосковной полиции. Книга выпущена небольшим тиражом, тысяча экземпляров. В продаже ее не будет, обладателями издания станут ветераны и почетные лица. Один из экземпляров автором был подарен съемочной группе телеканала Видное ТВ. Юлия Погосян, Владимир Бижонов, Елена Кошлева, Видное ТВ.